Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 24-е, на самом деле уже почти 25-е, а в большинстве стран мира уже 25-е февраля 2021 года у микрофона Ливан Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Происходит на самом деле множество событий, но как бы все то же самое. В ту же сторону практически предсказуемые события. Трамп готовит речь на встрече консервативного движения Америки СИПАК, The Conservative Political Action Conference, или коммити, конференция, я думаю. Ожидается, что он скажет, будет ли он баллотироваться в 2024 году и будет ли он организовывать свою партию или будет переделывать республиканскую партию, очищая ее от скверна и болота. Думаю, что будет баллотироваться и думаю, будет чистить республиканскую партию, потому что сигналов на открытие новой партии пока не приходило. Байтон пишет один за другим совершенно идиотские распоряжения, его администрация продает Китаю все, что может, а все, что не может продать, то пытается отнять у владельцев, то есть у нас с вами и распилить. Два десятка демократов, перепуганные, что ядерная кнопка находится в руке у слегка сошедшего с ума президента, ну скажем так, давайте по-другому, да, слегка скверотичного президента, требует отнять ее у главнокомандующего под всякими красивыми предлогами, что надо распределить ответственность, чтобы не один теперь человек решил, почему-то вот до Байдена сейчас никому это в голову не приходило. Ну, новости кардинальные, они пойдут после речи Трампа, конференция будет с 25-го, то есть вот-вот, так сказать, практически через 12-14 часов начнется, а Трамп будет говорить в воскресенье в 3.45 по Восточно-Бережному времени, вот тогда и будут новости. Пока что мне попались на глаза стихи неизвестного мне поэта, значит, ну как бы он писал как поэты прошлого, а писали бы сегодняшний день. Мне показалось очень забавным, и я решил прочесть их вам. Какие стихи писали бы классики во время пандемии, скажем так. Ну вот, значит, начал он с корне Чуковского. Страшный дедушка ковид. Он под деревом сидит, так что может заразиться и мужчина, и девица, старичок и грудячок. Всех, кто встретится, всех прохожих заразит, страшный дедушка ковид. Леонид Филатов. Голова с утра болит, сразу мысль, а вдруг ковид? Я же к болезням восприимчив, и к тому же не привит. Только вот моя жена мне не верит, ни хрена, говорит, что пью я больше, чем весь крин и вся дубна. Владимир Мояковский. Глазище протри и внимательно глянь. На город спустилась буржуйская дрянь с заморским чудовищным рылом. А мы ее мылом, мылом. Давай-ка, товарищ, не стой словно пень. Мой, мыль, очищай. Три руки и пень. Поставим в позу обидную. Эту заразу. Ковидную. Сергей Иванович, я думаю, вы все отлично помните. Как я лежал и терял мрачный вид. Когда ходили вы по той же самой комнате и говорили, что у вас ковид. Вы говорили, вам пора лечиться, что вас измучило не чуять ничего. А я лежал, как раненая птица, фонарев от этого всего. Афанасий Фетт, я пришел к тебе с ковидом рассказать, что все пропало. И чтобы ты к моим флюидам по ночам не припадал. Рассказать тебе про краски. Те, что осень поразила. И что ты, мой друг, без маски в супермаркет не ходила. Ну и Владимир Высоцкий. Я не люблю быть дома. И понура читать фейсбук, и шарить телеграм. Я не люблю, когда температура и кашель давит бронхи по утрам. Я не люблю до колик, до печенки. Не чуять хлеб, ухум и колбасу, когда сижу один на удаленке. Как волк, свирепый, загнанный в лесу. Как тяжело внутри такой рутины стоять в порту большому корабалю. А потому все ваши карантины я никогда уже не полюблю. Вот, по-моему, забавно, да? Хороший поэт, я бы назвал поэт, парадист, не знаю, как угодно. Я бы назвал фамилию, но до меня дошло без ничего, просто стихии. Так что спасибо большое. Если кто-то знает имя, я с большим удовольствием представлю его, скажу и представлю. Ну, а для нашего проекта «Альтернативных новостей и школы критического мышления» все еще необходима помощь. Мы ищем людей, чтобы помогли с видеомонтажом. Сейчас чихну. Ой, прошу прощения. Ищем людей помочь нам с видеомонтажом рекламных роликов для продвижения нашего RealtyTube в социальных сетях и для рекламы образовательного направления. Значит, господа, как я уже много раз говорил, мы все работаем бесплатно, как волонтеры, и просим тоже волонтерскую помощь. Я очень надеюсь, что дойдутся много уже людей, помогают подруг другим направлениям. Кстати, вот нужно пару еще, тоже называется, компьютерщиков, то есть людей, которые могли бы помочь поставить там, с серверами разобраться там, ну и тому подобное. А я напишу, к кому обращаться, пожалуйста, обращайтесь, потому что приходят люди, они работают, делают что-то, потом, так сказать, у них начинает работа какая-то и прочее. Мы не можем, естественно, никого держать, потому что все это бесплатное, поэтому люди приходят, уходят, а нам нужно двигаться вперед. И мы двигаемся вперед. Ну и последнее, значит, да, обращаться к Алексу я напишу ниже, значит, заранее спасибо. Ну, естественно, нам нужна, конечно, финансовая помощь, нас не обидит ни одно пожертвование, сколь мало оно бы ни было, нас не обидят и большие суммы, скажем, пару-тройку тысяч долларов, помогли бы закончить сайт быстрее. В самое ближайшее время, сейчас мы действуем через очень дружество нам, значит, нон-профит, то, что называется, компанию, и все те, кто дает деньги, значит, на наше продвижение, на постройку нашего сайта, они получают бумагу, что в Америке, так сказать, они могут списать тест налогов, но в самое ближайшее время у нас уже будет своя нон-профит организация с теми же самыми правами, и тогда можно будет уже напрямую жертвовать деньги, и будет, так сказать, легче. Ну, и так, и так несложно, но будет еще легче. Вот, если вы сами не можете помогать финансово, может быть, вы сможете помочь, позвоня кому-то, или что-то проверяя, в общем, все время нам нужна какая-то помощь, потому что мы хотим, я сейчас не буду озвучивать дату, я его озвучу, потому что надо еще кое-что проверить, но мы хотим вот в эту дату запуститься, выпуститься, и, что называется, пости, пойти с хорошим маркетингом, с хорошим продвижением, пойти практически по всему миру, господа. Значит, спасибо, спасибо вам, что смотрите, спасибо, что слушаете, огромное спасибо за то, что помогаете, потому что без вашей помощи оно было бы практически невозможно. Спасибо еще раз и до свидания.